Соколовская школа Где мы посетим музей декоративно-прикладного искусства Ну что ж, идемте Сейчас мы с вами заходим в музей декоративно-прикладного искусства Музей декоративно-прикладного искусства Знакомясь с экспонатами музея, мы восхищаемся бессмертными творениями великих мастеров искусства и думаем о тех людях, которые собрали воедино и сохранили то, что теперь составляет гордость нашей школы, района, области, страны. Именно таким человеком и является бывший директор школы Завьялова Александр Иванович. Это под его руководством началась работа по теме «Наше Отечество» в начале 80-х годов. Более 50 экскурсий совершили наши учащиеся и учителя, знакомясь с народной культурой. Собрали изделия более 30 промос в России и организовали музей декоративно-прикладного искусства. Профиль музея художественный. Площадь музея 60 квадратных метров. Количество экспонатов около полутора тысяч. Подлинных более тысячи. Открыт музей в 1994 году. В 1996 году получил статус «Школьный музей». Наш музей является областной экспериментальной площадкой много лет. Руководитель музея Полянских Надежды Ивановны с 2002 года. Разделы экспозиции. Подлинные изделия народных промыслов. Архитектура. Изделия наших ребят. Экспозиции керамика представлены следующими центрами. Ромони. Ромони. Воронежского керамического завода. Ленинградского завода имени Ломоносова. Иртеля. Изделия художник Тупицына. Гжели. Синие птицы по белому небу. Море цветов голубых. Кувшины и кружки. Были ли небыль. Изделия рук золотых. Синие сказка. Глазам загляденье. Словно весною копель. Ласка, забота, тепло и терпение. Русская звонкая гжель. Скопин. Диковинные сосуды, у которых Тулово может быть в виде веселых и занятных зверей. Такие чудо-сосуды народного гончарного искусства продолжает жить и сегодня в Скопине, на Рязанской земле. Здесь вслепят кумганы в виде птиц и медведей, у которых ручки и носики напоминают змей. Делают кентавров, несущих на спине сосуд, а также сосуды в виде львов. Экспозиция игрушки представлена Филимоновской свистулькой, Абашевской, Дымковской игрушкой. Не птица, а сказка и сказочный конь. От щедрости красок горит, как огонь. Пусть воет, свистит под окошками ветер. Узор на игрушках, как солнышко светел. Обычная глина и форма простая. А вы посмотрите, красота-то какая. Дымковские барыни. Всех на свете краше. А гусары-баловни. Кавалеры наши. Деревянная богородская игрушка. Удивительная игрушка кузнецы. Стоит подвигать ими, и тут же начинается бойкая работа. В четком ритме двигаются фигурки. Стучат по наковальне оба кузнеца одного роста. А значит, и силы одинаковые, и работают на равных. Игрушка с балансом. Куры на кругу. Весело смотреть, как куры во главе с петухом в строгом порядке старательно клюют нарисованные на кругу зерна. У каждого народа свои замечательные куклы. Любимые игрушки малышей. Одна такая перед вами. Русская матрешка. В нашем музее матрешки со всей России. Загорска, Хохломы, Кирова, Липецка, Воронежа, Иртеля, Полхово-Майдана. Матрешки русские по свету славятся. На них взгляните, чем не красавицы. Сто лет матрешке, но не старится она. Как красная девушка, умна, стройна, скромна. От многих бед ее хранит секрет. Дуэт живет в матрешке, трио и квартет. Суть русской матрешки остается прежней. Дружба да любовь. Стекло гусь хрустальный. Слава гуся хрустального. Стекло. Звонкое, певучее, прозрачное. Как вода маленькой речки гусь, на берегу которой возник город. Двести лет варит стекло в гусе хрустальный. Посмотрите на это чудо, вазы. Приглядитесь, и вам покажется, что они сияют. О них поют поэты всех веков. Нет в мире ничего нежнее и краше, Чем этот свиток разных лепестков, раскрывшихся благоуханной чашей. Изделие из дерева. Городецкая роспись. Как ее нам не знать? Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. Здесь такие букеты, что нельзя описать. Здесь такие сюжеты, что не в сказке сказать. Изделия Липецка, Полхова-Майдана, Хренового, Кирова, Ходькова, Захорска, Хохламы. Как музыкант извлекает бесконечное разнообразие мелодий, Так и хохламской мастер создает каждый раз новый узор, Передает иное настроение. Простые по форме, а радует взор. Богат и наряден чудесный узор. То по золотому фону затеяли его и змейкой. Орнамент здесь вьется. Попробуй, сумейка. Народный костюм. Представлены фото народных костюмов С собрания стародукцевой Раисы Андреевны. Эскизы костюмов художника Пономарева Петра Денисовича. Копии народных костюмов Погучарского музея Народный костюм кукол фольклориста Сысоевой. Как к лицу тебе этот старинный наряд. И сорока, и в блестках жемчужин Панева. А сама-то величава выступает, будто пава. Действительно, женщина в таком наряде не идет, А выступает величаво и плавно. Украшения. Абрамцевские костерезные украшения. Калининградский янтарь. Считают, что нет такой болезни, От которой янтарь бы не приносил исцеление. Недаром политовский янтарис Означает защита от болезней. Павлопосадские платки. Что за чудо-узор? Что за краски вокруг? Это поле, цветы, словно солнечный луг. Эту русскую сказку каждый видит тут рад. Это сказка с названием Павлов-посад. На платке гирлянды роз, Георгина и ромашки. Не забудок целый воз. Не страшны цветам морозы. Не тускнеет красок цвет. И платочек будет ценен. Несомненно, много лет. Вышивка, торжок, золотошвейные изделия. Кружево, келецкие. Разве вам не хотелось бы украсить чудо-крыжевами свою одежду? Ведь именно такая деталь, как кружево, Придает любому из нас свой особый стиль, Свою неповторимость. Лаковая миниатюра. Это пудреницы, броши, шкатулки. Из Федоскина. Липецкого финиста. Палиха. Ожили краски и в душу запали. Русским напевом заслушался мир. Сколько кудесников вырастил Палих. Сколько диковин красою затмил. Сколько здесь оставлено сердец. Сколько здесь написано шкатулок. Да и сам-то Палих, как ларец, Первозданен, искренен и хрупок. Жостовские подносы. Промысел закрыт, а у нас вот они. Никто в мире лучше местных народных умельцев Не может рисовать цветы на железных подносах. Красно-алые бутоны. В изумрудах листьев тонут. Незабудкие пионы обрамляют розы омут. Есть на Жостовском подносе и букет в ночи горящий. Птица жар, что весть приносит. Есть поднос плоды и дарящие. Архитектура. Представлена архитектурой Москвы, Золотого кольца, Воронежа, Иртеля. Богатая литература по древнерусской архитектуре. Диски по городам России. Работы наших детей. Это игрушки из глины, дерева, природного материала, Разделочные доски, матрешки, Подставки для ручек и карандашей, Различные ковши, картины. Наш музей. Это мастерская души ребенка, Кладовая радости. Дети здесь познают культуру нашего народа. Готовят доклады, Проводят конкурсы, Круглые столы, Диспуты, Разрабатывают проекты, Готовят и проводят интересные экскурсии По музею с песнями, Частушками, Танцами для учащихся и гостей Нашего района, Области, страны. Участвуют в областных семинарах Для руководителей школьных музеев, Для заместителей и директоров школ области Совместно с Институтом усовершенствования учителей. Шьют костюмы для выступления в музее, Делают поделки из глины, дерева И расписывают. Здесь живут и вдыхают народную культуру. Поэтому в нашей школе нет правонарушений, Нет детей, стоящих на учете. А это наши награды. Хочется закончить словами Лихачева. Родная культура, как отец и мать, Должны стать неотъемлемой частью души ребенка, Началом, порождающим личность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...